МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда серьезная, заявляющая о больших своих амбициях на Премьер-лигу. И вот мы их обыгрываем на выезде, уверенно, на поле и по счету. Ну что ж, с одним из героев, который забил не просто первый мяч, он еще и победный, мы поговорим сегодня. У нас в гостях нападающий футбольного клуба Тойм Максим Житнев. Максим, привет. Привет. Ну что ж, я тебя представил не просто так. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что мы тебя приветствуем на нашей Томской земле. И добро пожаловать. Болельщики тебе особо рады, потому что еще недавно ты выступал, так скажем, за наших ближайших конкурентов, команду Сибирь. А теперь ты у нас. Расскажи, пожалуйста, вот для тебя первые твои ощущения, первые твои эмоции после матча, после сборов. И вообще, каково это начинать свою карьеру здесь, да и вообще в любом клубе, вот с такого прийти и сразу забить. Не просто первый гол, да, в этом этапе жизни, а еще и победный. Ну, конечно, всегда приятно прийти в новую команду, стартовать с победы, именно командой забить гол. Это лучшего дебюта, как бы, не представишь. Ну, было мало времени влиться в коллектив, в команду. Ребята много собрались. Ну, получилось, здесь хороший коллектив подобрался и в человеческом, и в профессиональном качестве. И мы объединились одной целью. И сборы прошли, подготовка. И, в принципе, вышла на игру уже как единый коллектив, как хорошая команда, сплоченная, понимающая, что требует на поле от нас главный тренер, тренер, естественно, штаб. И хорошо, что победили. Сейчас надо готовиться к домашней игре. Слушай, ну, рекламент соревнований теперь таков, что перерыв между фактически чемпионатами составляет не больше месяца. За это время вообще реально подготовиться? Вы успели это сделать? Ну, все в одинаковых условиях команды. Я думаю, судя по первой игре, я думаю, конечно, еще предстоит много работы. Но как команда мы успели стать, я считаю. Вот судьба с Баром, по первому туру, как все сейчас происходит. Я думаю, мы уже нащупываем именно командные взаимодействия, как в этом плане, так и в профессиональном. Скажи, пожалуйста, это ведь уже не твое первое пришествие в нашу команду. Были попытки оказаться у нас в составе и раньше. Когда это было и что пошло не так? Ну, были разговоры там, я думаю, раза два-три, что мог перейти в состав туборного клуба Тойм, но не договаривались с клубом или как бы были разные нюансы. Я сам даже, может, я их не знаю, там на уровне руководителя клубов, наверное. Вообще в твоей карьере не так много команд, которые ты поменял. То есть твоя география ограничивается практически одним федеральным округом с небольшим выездом за рубеж, так скажем, до этого округа. Почему? Ты не любишь менять места дислокации? Тебе нравится играть в одном клубе? Ну, как бы, честно скажу, я как человек такой, я люблю постоянство и порядок. Я чего много. Ну, как бы, все происходит, все по-разному, какая жизнь футбольная и карьерная складывается. У меня так сложилось, и, в принципе, это по моему характеру подходит, что вот так. И биография от клубов моих происходит так, что, ну, люблю постоянство, скажу так, прямо. Как возник вариант с домью? Ну, позвонил Василий Владимирович сначала, все, как бы, там договаривались были, там, переговоры. И я, скажу честно, хотел играть в футбольном клубе «Томи», и семья моя хотела. И за это, за обоюдное. В принципе, я, там, в 15-м году был близок, по-моему, или в 16-м переходе. И я, как бы, у меня было желание играть в футбольном «Томи». Тем более, я сам с Кемеровской области, и футбольный клуб «Томи» был всегда, как бы. Ну, это все равно считается бренд, как бы, в сибирском округе, как бы, у него. Скажи, пожалуйста, принимая решение о переходе в нашу команду, ты так подспудно думал о том, что ты станешь врагом для некоторых болельщиков в городе Новосибирске? Ну, скажу так, что футбольного клуба «Сибирь» уже нет, на этой географии. Это даже не перевернутая страница, тоже закрытая книга. Это спортивная жизнь, и я не считаю здесь какие-то, там, ну, проблемы, что возникнут. Понимаешь, люди болельщики, все меня поддержали, и никто конструктивный критикум услышал, а так, я думаю, нет в этом никаких проблем. Ну, я не вижу во всем случае. Я почему об этом говорю? Потому что я посчитал социальные сети, особенно, когда объявили о твоем переходе в нашу команду, и лагерь, естественно, разделился на два. На два противостояния. Кто-то желал тебе удачи, и кто-то говорил, что вот он нас бросил. И на самом деле, вот, к чести новосибирских болельщиков, можно сказать, что большинство пожелали тебе удачи. Ну, я про то и говорю, что настоящие болельщики, они понимают, потому что сейчас в Новосибирске и в футболе там происходят тяжелые времена, какие-то свои. Не будем в подробностях даваться, как все это там. Ну, а к сожалению, клуба, который был в Сибирской дерби, раньше одного уже не существует. И сейчас сделали на базе совершенно новый клуб, и это уже другая история совершенно. К этой команде, к сожалению, я отношения не имею. Ну, сейчас новая глава, я очень рад, новый вызов, и я буду отдаваться всеми силами. Не считая, что это враги или какие-то для меня, это не так. Мы уже видели, как ты можешь. Это было здорово. Я попытался про тебя узнать информацию какую-то в социальных сетях, и наткнулся на такую вещь, что тебя там нет. О твоей личной жизни, о твоих детях, жене, я узнал из антаграммы твоей жены. А почему Максима Житнева нет нигде? Кроме Википедии, пожалуй. Ну, когда ты был, наверное, давно, когда помоложе был, потом понял, что мне это особо не надо. Я не любитель там все выкладывать. Я жена, я не против. Кому надо. Кому надо, у меня есть телефон. А так, кому-то нравится, если это, собственно, молодое поколение, я к этому отношусь нейтрально. И никого не осуждаю, и сам не стараюсь. Мне не надо, мне не мешает, что у меня нет нигде. Я чувствую себя хорошо в этом плане. А телефон у тебя до сих пор, небось, кнопочный? Да нет, сейчас до такого уж не дойдет. Ну что ж, хорошо. Еще немножко про семью. Ты уже успел их перевезти сюда, или они до сих пор живут в Новосибирске, и ты так мотаешься между двумя городами? Да, я не мотаюсь, я приехал на сборы, мы улетели подготовку к игре в Подмосковье, и семья в Новосибирске. Пока еще я даже не ездил еще в Новосибирск, прилетел, готовился к игре в свое время, и нет. Надо найти жилье, и постепенно приехать сюда, привезти семью. Потому что без семьи тяжело, и им, и мне, и мне профессиональным будет удобнее, если мне быть семья рядом, я буду себя чувствовать лучше. Ну и давай вспомним твой дебютный гол, который состоялся буквально недавно. Расскажи о том, как он получился. Вышли, собрано после первого тайма, договорились, мы начинали с Газ-Сентрополь, решили сразу перестянуть чужую половину, зацепиться там. Ну и получилось, в течение обстоятельств прострел оказался в нужном месте. Паша Киренко сделал отличный пас, скрытый, оставалось только попасть. Для меня сам тяжелую работу, можно сказать, сделать. Скажи, пожалуйста, вот пас пяткой для вас с Пашей это обычная практика? То есть люди, играющие вместе, они настолько друг друга уже чувствуют? И чувствуешь ли ты теперь уже кого-то из наших игроков, которые были здесь до тебя? Ну, пас пятка, наверное, так это получилось. Не наигранное ничего. Впервые, может быть, еще будет. С чувством, сыграем с ребятами, здесь все хорошие, футболисты, в принципе, скажу сейчас по себе, с первой игры на сборах я понял требования тренерского, чтобы и футболисты играть. Для меня было очень легко влиться в структуру игры, как играет в БНК. А вот по игре кого бы ты выделил из наших игроков, кто тебя впечатлил своим мастерством? Ну, честно, не хотел бы на персоналии приходить, а впечатлило, честно, как именно единая команда играла полностью, организация, и вот это меня впечатлило больше, чем персоналии выделять, и здесь вся команда. Ну что ж, а личные взаимоотношения, не только на поле, с кем-то уже успел подружиться? Ну, скажу так, что все вместе так дружно общаемся, и даже не скажу, что обычно происходит это, когда команда собирается, как бы так все равно, а здесь как-то все так, ребята и были, коллектив хорошие, и ребята добавились хорошие, кого-то там знали, раньше знали, встречались, пересекались, и очень хороший коллектив в плане, мы общаемся, честно, со всеми, нет каких-то там разбитых группировок или каких-то игрец, вот это здесь очень понравилось. Скажи, пожалуйста, вот новый клуб, новая база, новый тренер, какие-то внутренние правила, традиции, тебя уже посвятили? Ну, посвятили, как бы такого нет, честно скажу, ничего нового, я уже не молодой парень, что-нибудь, но везде, в принципе, плюс-минус все похоже, для себя там новая база, конечно, привыкать, это есть, это интересно, как бы, в плане условий, мне нравится, как здесь, и база прекрасная, я считаю, дальше будем, главное работать, играть, выполнять требования. Скажи, ведь ты не только нападающий, долгое время в своей карьере ты был полузащитником, и для тебя, я так понимаю, в принципе, знакома эта позиция, ты можешь быть универсалом в какой-то мере? Ну, наверное, уже в последнее время больше играл с край нападающего, я редко на фланге бывал, раньше край нападающего периодически там ставили, но сейчас уже, наверное, больше переклицировался, что, конечно, могу сыграть, проблемы будут, куда поставят, там приходится играть, просто как сыграть продуктивно, я считаю, лучше на своей позиции, в данный момент на которой. А чем отличается позиция полузащитника и нападающего? Что тебе пришлось забыть, может быть, наступить себе на горло, чтобы этого не делать, как полузащитнику? Как стать нападающим с полузащитника? Я в детстве, нападающего сюда больше степени, с детских лет я был нападающим, для меня не проблема. Тяжее было полузащитника, потому что там приходится выполнять маленькую, ну, другую работу, которая, наверное, мне давалась сюда тяжелее. Все по-разному, футболисты, состояние, как на какой-то позиции, кому дано, там, кому дано. Мне было даже тяжеловато, вот если бегать там, как к крайнему полузащитнику. Мне проще на своей позиции выполнять работу. Ну что ж, помимо того, что ты нападающий, ты можешь играть полузащитника, ты еще и вратарем подрабатываешь. Я напомню тем болельщикам, которые еще не знают, 2015 год, матч КамАЗ-Сибирь, и наш сегодняшний герой на 90-й минуте заменил удаленного вратаря, так все было? Именно так. И вытащил пенальти. Можно в интернете легко найти это видео, посмотреть, как Максим отбивает пенальти. Что это было? Просветление? Ты знал, куда он ударит? Как это было? Ну, честно скажу, как бы в детстве, когда с Кемеровской областью мы играли всегда зимой, хоккей на коробке, летом, и народа много, и до мяча, можно сказать, можно не добраться. И часто встал в ворота, чтобы больше встречаться с мячом и играть. Ну, и как бы любил. Мини-футбол мог в отпуске поиграть в ворота в детстве. Так получился момент, как бы такое, что пришлось встать, и сомнения не было, сам вызвался, и тренер просто ступал, ну, и получилось так, как получилось. Я считаю, это был эмоциональный момент, честно, неожиданно. Ну, то так, будет, что вспомнить, как бы давно не смотрел сам уже, всех, наверное, ни разу не падал, можно будет посмотреть, даже самому интерес стал. Как ты думаешь, футболист, который бил тебе пенальти, после этого закончил карьеру? От горя? Да, я думаю, не знаю, бывает у всех, конечно. Ну, я думаю, как нападающему, наверное, психологически, все равно, я думаю, наверное, он справился. Не должно возникнуть проблем, такая, не должна сломать, футболиста такая, ситуация. Ну, у нас было, конечно, Николай Цыган, когда вот удаленный, именно так вспоминаем все, обещал мне перчатки подарить, которые так и не подарил. Скажи, пожалуйста, это был твой лучший матч? Ведь ты в той игре еще и забил. Ну, то есть и забил, и не пропустил. Да, да не скажу, что лучший был, и лучший матч. Бывал и лучший матч, когда не забивались, говорили, такие, там, забил-то я там, первый гол тоже такой, не курьезный, а получилось, ну, пенальти. Игра была тяжелая у нас, эта ситуация была тяжелая, что так эмоционально маленькая, она помогла им эта ситуация с пенальти. И победили, и потом, там выправили ситуацию. А вот интересно, нападающие, у которых забивать достаточно много мячей, ты запомнил, сколько раз ты забивал Томи? Честно, нет, не запоминал, как-то даже не вдавалось. Не люблю, честно, статистику, сколько забываю. Главное, выполнять работу, забивать. В данный момент, а не считать, чтобы до этого, вчера уже все забывается. Надо двигаться дальше каждый день. Ну что ж, Максим, я тебя благодарю за интервью, я желаю тебе двигаться дальше, забивать еще больше, и я бы очень хотел, чтобы твои лучшие игры были окрашены в наши зелено-белые цвета. Спасибо большое. Стараюсь, буду делать, работать, стараться, радовать болельщиков. Думаю, сейчас нужна нам поддержка болельщиков, потому что собралась новая команда, новый коллектив, у нас удачи стартовали, и в дальнейшем, сейчас важная домашняя игра, чтобы как мы двинемся дальше, так мы пойдем, потому что первые туры очень важны, в плане психологический, старт очень важен. Хотим, чтобы нас поддержали, пришли, и мы будем биться, отдаваться, как будет на исходе 10 препятствий в футбол, а вот что будем отдаваться и биться, это пригласятся усилия, это, я уверен, на 100%. Ну что ж, мне лишь остается пригласить вас, уважаемые болельщики, 13 июля в 19.00 на стадион Труд. Приходите поддержать нашу команду в матче с Армавиром. Вместе мы должны победить. До встречи на футболе. Продолжение следует...